Звучит музыка Третий меха Годзилла или Кирью Название означает механический дракон Механический аналог Годзиллы в периоде Миллениум Очень похож на самого первого меха Годзиллу Однако его существенным отличием от двух предыдущих роботов Является костяной каркас первого Годзиллы Убитого в 1954 году Взятый за его основу Поэтому Кирью обладает памятью Годзиллы И иногда выходит из-под контроля В такие моменты его глаза краснеют Кирью стреляет Лазерными лучами из пасти И из наручных пушек Также двумя типами ракет Но его главным оружием является система абсолютного нуля Полностью замораживающий луч В ближнем бою используют Выдвижные электрошокерные мечи Управляется Несколькими пилотами как изнутри Так и дистанционно Работает на аккумуляторе Энергии которого хватает на 2 часа Из всех меха Годзилл Кирью единственный Который использует свой хвост при сражении Дважды Кирью сталкивался с Годзиллой И оба раза сражения оканчивались ничью Противостояние Кирью и Годзиллы завершилось тем Что оба оказались на морской глубине В отличии от предыдущих меха Годзилл Кирью не был полностью уничтожен Рост 60 метров Длина 120 метров Вес 40 тысяч тонн в 2002 году От 36 до 40 тысяч тонн в 2003 году Появление Период Миллениум Годзилла против Меха Годзиллы 3 2002 год Годзилла Мотро Меха Годзилла Спасите Токио 2003 год Идея для первого фильма появилась Еще в периоде Хейсей Когда планировали снять фильм О встрече нового Годзиллы С самым первым 1954 года Кирью рассматривался И для участия в финальных войнах 2004 года Но из-за и без того большого количества монстров Был отменен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok